Всем привет, всем хорошей рабочей субботы, кто такой же энтузиаст как я. Я выезжаю на аварийные работы, грубо говоря, практически в центр Риги. Посмотрим, что оно будет у места прибытия. Благо, доехал нормально, хотя по выходным очень такое, я извиняюсь за свой французский, и дерьмовое движение автобусов, так как моя машина до сих пор в ремонте. И приблизительно вернется аж на следующей неделе, вторник, среда, может и того хуже, если я приеду и посмотрю, что там сделано или не сделано так, как мне хочется, или что-то доделать нужно. В общем, что хотел сказать. Сколько вот снимал, но забыл про одно, про цены. Замена лобового стекла, привода стеклоочистителя, вот газолифты новые поставили, блин, ТО на тысячу моточасов. И что же еще? Ну и такое, лампочки поменяли, ну не особо что-то сверхъестественное. То цена этого обошлась в 3 400 евро. Периодически ко мне какие-то документы попадают в руки, и вот тот момент, когда мне попался ценник, и я, честно сказать, от него чутка охренел. 3 400 Карл. Ну понятно, стекло полторушка это стоило, но стекло это было заменено по гарантии. Смотрите, вот как его поставили, да. Не знаю, как на камере видно, но к герметозу такой, я, конечно, понимаю, что это не завод-производитель, бла-бла-бла. Но сделано аж так... Просто ужасающе. Ну или, по моему мнению, так просто не должно быть. Но газолифты, я думаю, не стоят. 2000 евро. Ну такие вот мелочи, но не мелочи. Кстати, как оказалось, а переднее колесо так и не сделано. Там очень большой стук с него идет. Вот где-то в той части, где... Хрен его. Для этого специально отдается в сервис JCB. Но то ли денег не хватило у фирмы, то ли желания у ремонтников. А еще здесь трубка обратки трансмиссионного масла была отсоединена зимой. То ли от холода она скукожилась и слезла. В общем, они эту трубку вернули. Вот. Трубка, ТО, стекло, привод стеклоочистителя, газолифты, лампочки. И то не все там сзади на номерном знаке. И тут может быть одно или две на ближнем свете. 3400. Цены, конечно, хренеешь. Хотя я знаю, что привод стеклоочистителя 560 евро стоит. Оригинальный. Ну, как бы, такие цены, понятно. В общем, погнали. Не буду вас томить. Уже когда приеду на аварийку, увидим все, что там происходит. Ну, а касатку выкинула на берег. Хрень такая от компании TUI. Main Chief 6. Все смотрят такие. Я обычно, конечно, культурный. Факт не тычу. Но сегодня этот момент, когда видит Бог, что нужно. Сразу приезжают вот эти разводилы, которые, блядь, по 50 евро берут, чтобы по Риге покататься. А тут, блядь, за 2 евро можно это все сделать. Эти, которые не знают, что кухать нужно. Ебанутые. Не, ну я тоже люблю спорт. Особенно успеть до закрытия. Те, у кого на 2 копейки больше, у них есть своя балуба. Не балуба, а как правильно сказать. Балкон, е-мое. Офим стоят. Козлы. Не, не козлы. Я работаю, я рад, что я на работе. Вот правда. Я люблю свою работу. И пойду на нее в субботу. Там вообще он кинчи стоит. Подъезжают. Ну, кстати, довольно-таки выгодно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успел. По сути, и выгодно на этой штуке. Приблизительно ты так. Если там, блин, запутался. Около 35 до 50 евро стоит прогулка у кого как. Но если ты не шаришь город, то это и удобно. Особенно если ты не русскоязычный и вообще не бельмея ни одного слова. В принципе, как мы делаем, когда мы едем в другие страны. Я такой англичанин, что из рода типа Please, one ticket metro. Так что я тоже такой англичанин. Потом документы, да, и пропадают. Нормально все. О, лимузи тоже кому-то взяли. По случайности заехал сюда, к этим ребятам, где у них длинномеры стоят. Оказывается, мне нужно вообще на другую фирму. Я уже там был. Но вышло как-то так объяснение, как будто бы не к ним. Тут тоже, честно сказать, дорога такая. Это вообще дорогой можно назвать. Но... О, людей, библиотека внутри дома. Мечта просто. Язык не повернется назвать это дорогой. Но это дорога. По ней по тысячу раз грузовики и экраны летают. Наша задача закопать вот такие две бочки. Не знаю, кубика на три смотрится. И плюс еще рассеиватель поставить. Закопаем их прямо здесь и сюда, куда-то. Нету описания, конечно, на них. Я бы вам сразу сказал, сколько они по объему. Сейчас начнется веселье. О! Газпром. Фу. О! Кстати, нашел. Шесть с половиной кубиков. Какой бедолага стоит. Липчер. Кранчик. Бедный. Выгорел. Что случилось, вообще без понятия. Но, видимо, ему совсем не сладко. Фраза «выгорел на работе» или «загорел на работе» прям здесь как никогда. Жаль. Хорошая техника. Причем довольно-таки новая. Была. Начали копаться. И там уже подкопались. Здесь я по-тихому начинаю разрывать козлован. Приходится, конечно, каждый раз после себя отгребать песок, потому что мне неудобно. Ну и здесь это только вверх бочки будет. Вот здесь вверх бочки будет. Мне еще надо метра на три вниз прокопаться. Жесть. Порно-порно. Весело-задорно. Еще метр вниз. Так, выкопали небольшую ямку. Для туалета, кстати, это все делает, как она люга. Сейчас ждем, что скаблзут по высоте. И погнали. Едем-едем в соседнее село с бочкой с бочкой сзади. Вот и поставили первую бочечку. Стена уже обвалилась. Шесть ниже. И вторая бочечка у нас уже есть. Обвалилась эта вся фигня, конечно. Пришлось такую убору нахреначить. Но идеально, да? Да. Дима, погоди. Теперь между двумя бочками соединяемся. Дима, а что ты делаешь? Я ничего. Выставляем все это дело по уровню и будет красота. Так, хренанули траншею под рассеиватель. Задолбалась копать сегодня. Подсыпали такой щебеночки. Здесь называется фолия. Сейчас будем собирать конструкцию. Поза хреначили рассеиватель на поле. Сейчас еще здесь пробок пройдем. И потом будем засыпать это все дела. Толечка, ну хрена тут как-то.